Добрый день, друзья! Как обычно, в этот час события, факты, самые актуальные городские темы в проекте «Лица столицы» в студии Александр Шилко. И сегодня мы встречаемся с доктором исторических наук, профессором Крымского федерального университета имени Вернадского Олегом Романько. Добрый день, Олег Валентинович! Добрый день, Александр! Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем наш разговор о Великой Отечественной войне. В рамках передачи «Лица столицы» мы уже неоднократно встречались, под самыми разными ракурсами обсуждали этот период, касались всех, наверное, тем, связанных с оккупацией Симферополя и Крыма. И сегодня поговорим о гитлеровской пропаганде на полуострове и, конечно, в столице, в Симферополе. Олег Валентинович, в каких формах осуществлялась вот эта нацистская пропаганда тогда на территориях, вообще на оккупированных территориях? Вообще, смотрите, да действительно было одной из важных сторон жизни в оккупации, да, обработка психологического населения. В принципе, все это понимают, что это никуда не делось и сейчас, да. И роль психологической войны, да, в противостоянии государств, известна она с древнейших времен, да, просто она тогда не называлась, психологическая война. Но именно вот когда мы говорим о пропаганде, да, сразу на ум приходит именно вот нацистская пропаганда. Собственно, слово пропаганда, да, получила вот такой негативный оттенок именно в годы Второй мировой войны из-за использования вот этих всех методов и средств нацистами, да. Но что я хочу сказать, нацистская пропагандистская машина была, наверное, наиболее серьезно отстроенной накануне войны. Вот как репрессивный аппарат, да, о котором мы с вами тоже говорили в предыдущих передачах, что это был разветвленный аппарат, подавление, там, уничтожение, да. Так вот пропаганда, пропагандистская машина, аппарат промывания мозгов, там, да, внедрение каких-то своих идей тоже был очень мощный и разветвленный. Наверное, ни в одних других армиях и государствах мира, которые начинали войну с нацистами, да, Вторую мировую войну, там, к концу войны уже там другие были процессы, да, но в самом начале, например, ни в одной армии мира не было такой род пропаганды. То, что придумали нацисты, да, очень худейственный аппарат, когда специально, да, воинские части создавались именно из военных корреспондентов. И фактически в режиме нон-стоп, да, вот как сейчас в интернет это все попадало. Там, конечно, ну, понятно, что не так быстро, да, но намного быстрее, чем у других. Все эти отснятые материалы, да, информация какая-то попадала в центральные органы нацистского рейха, там, в органы пропаганды, которые на оккупированных территориях этим занимались. Собственно, это все было и на территории оккупированных Советского Союза. Уже опробовано было, наверное, в Европе, да? Это было опробовано, начиная вот с Польши, Франции, стран Бенилюкса, да, там, кандинавских стран. И просто к войне СССР нацисты подошли уже с очень сильно отлаженным аппаратом, да. В основном, конечно, это военные. А я говорю о военной пропаганде. Потом, когда начались вот эти процессы, связанные с передачей той или иной территории под гражданскую администрацию, там появились пропагандистские аппараты уже, собственно, гражданской оккупационной администрации. У Министерства иностранных дел был свой пропагандистский аппарат, у организации ССС был свой пропагандистский аппарат, потом у Розенберга с его штабом, который культурными ценностями занимался, их вывозом. Тоже был свой пропагандистский аппарат. Но когда мы говорим, например, применительно о территории Крыма, то, разумеется, мы говорим о все-таки военной пропаганде. Потому что Крым находился, мы это же неоднократно проговаривали под оккупацией, во время оккупации под военной администрацией, ну, с определенными нюансами. Несмотря на то, что это было, в общем-то, очень долго по времени, большая часть войны, да? Да, совершенно верно. И я больше вам скажу, даже после того, и даже во время проведения здесь боевых действий, да, там с сентября 41-го, когда активная фаза боев за Крым началась, до июля 42-го падения Севастополя, здесь тоже была военная пропаганда. Потом, просто она отличалась тем, что до этого это была как бы военная пропаганда оперативная, вот в лице роты пропаганды, номер 649. А с июля 42-го года, там с осени 42-го, в основном с осени, начала отстраиваться уже стационарная система пропаганды в лице штаба пропаганды Крым. Который все равно подчинялся военной администрации. Нет, у него там свои были по вертикали начальники пропагандистских органов, но все равно подчинялись, они получали задания от военных структур. Это если мы говорим о военной пропаганде, да, вот в целом, как она строилась, о ее методах, ну, тогда методы понятно были, какие пропаганды. Это пресса, кино, радио, да, активная пропаганда, как это называлось, собрание, листовки, там, распространение, беседы напрямую. И все это, конечно же, было в Крыму, да, но надо тут еще один момент учесть, что, собственно, когда мы говорим о пропаганде, пропаганда это очень, в данном плане, широкое понятие. Отвечали они не только за, собственно, пропаганду. То есть, что такое пропаганда, да, это внедрение каких-то идей определенных, да, среди населения, потому что пропаганда не обязательно среди населения была, потому что, например, на немецкие части, на румынские здесь своя пропаганда была, то есть, это как бы отдельный эпизод был. А пропагандисты занимаются очень широким спектром, начиная от школ и заканчивая, там, театрами и радио. Это были, наверное, разные какие-то структурные подразделения. Это, да, в оккупационной власти, кто отвечал за пропаганды? Вот я уже начал об этом говорить, да, осенью 42-го года здесь был отстроен институт, да, пропаганды. Как вот, когда началось строительство военной администрации здесь, когда, собственно, Крым очищен был от советских войск, ну, оставались партизаны, да, но немцы думали, что это тоже временная проблема, казалось, что они ошибались, да, и началось отстраивание администрации, да, мы говорили с вами об этом, кратильных органов, полиции, да, разведу органов, тоже там, да, вот мы в прошлый раз, по-моему, с вами говорили, были, как это называется, да, обверг команды, которые пришли с армии, да, потом, когда война закончилась, появилась стационарная администрация, появились стационарные органы, да, так и с пропагандой тоже. И вот начала отстраиваться сеть штаба пропаганды Крым, он находился в Симферополе, разумеется, как и все основные оккупационные органы, это же известно где, это вот угол современной Кирова и Карла Маркс, по-моему, уже не Карла Маркса, да, Екатерининская, да, вот детский мир, там есть фотографии старые, да, на фоне, немецкие солдаты стоят на фоне окон этого здания, вот это не детский мир еще был. Да, да, это магазин Янтарь, да, в окнах огромные буквы ПК, пропаганда компания, да, то есть рода пропаганда. Ну вот там был штаб пропаганды Крым во главе с обер-лейтенантом Фреем, а вот уже, как бы, центральный его аппарат состоял из различных отделов, которые занимались там, соответственно, активной пропагандой, кино, радио, культура, и культура это самая такая широкая сфера, это и сценическое искусство, театры, да, какие-то там эстрадные. Да, все, что перечислили, это все работало. Работало, однозначно, да. Ну, про театр мы в первый раз с вами говорили. Ну, да, 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 группа «Сокол», да, знаменитая. Да, и не только, да, культура, в том числе школьное образование. Да, здесь никакого другого образования не было, хотя был проект по воссозданию университета. Школы работали в период этого аппарата? С сентября 43-го года был план открыть первый учебный, ну, по понятным причинам, учебный год 41-го года был, как бы, сорван, да, осень 41-го, всем понятно, что оккупация Симферополя, какое здесь образование, обучение. Тем более, там, например, вот университет, он был эвакуирован уже к тому времени. Осень 42-го года, учебный год, тоже вы понимаете, в июле только боевые действия здесь закончились, большие прочесы там против партизан, не удалось, да. И только вот где-то там с осени 43-го по весну 43-го стали вот эти все проходить там встречи, мероприятия местных там оставшихся учителей, директоров школ, потому что кого-то немцы назначали, кто-то там оставался, да, еще на своем посту с советских времен. И планы были начать учебный год 43-го года, он начался, там цифры даже есть, вот газета «Голос Крыма», тоже главный рупор, кстати, пропагандный на русском языке на территории Крыма, да, вот он там указывал, что в Симферополе там на конец 43-го года где-то 26 школ функционировало, там несколько тысяч учеников. Аккупантам, зачем это было нужно? Просто показать, что это гражданская жизнь идет, что это всерьез и надолго? Не, ну смотрите, там причина пропаганды, вы же понимаете какая, для чего она вообще? Я имею в виду школы, вот открытие школы. Школы это контроль за подрастающим поколением. Дело в том, что немцы понимали, да, что нацисты, да, прежде всего нацистская партия, что борьба, победа это борьба, да, за подрастающее поколение. У себя в Германии они все это очень успешно провернули, всем известно, организация «Гитлер-Юген», да, и на оккупированных территориях они старались такие же вещи делать, вот, например, самым известным фактом, но это не в Крыму происходило, да, на территории оккупированной Белоруссии, союз белорусской молодежи, да, вроде казалось бы, но о нем мало кто знает, да, наверное, если так вот, потому что у нас не принято было об этом говорить, но это была очень эффективная организация с точки зрения вот именно подготовки кадров для полиции, армии, для коллаборационистской, местных кадров, да, когда просто молодежи изначально внедрялись в голову вот эти все постулаты белорусского национализма, нацизма и так далее. Ну, здесь такого не было, конечно же, да, но тем не менее здесь борьба за молодежь тоже шла, если почитать документы вот этого штаба пропаганды, самое интересное, да, что там фиксируется, что надо, да, работать с молодежью, иначе молодежь будет использована большевиками, да, а вот особенно старшая молодежь, там, сколько там в СССР десятилетка была, да, 9-9, особенно 10 классов, они и так типа смотрят в сторону большевиков, и надо эти настроения переломить. Ну, там сразу присоединились проблемы, там, например, связанные с учителями, там, не все учителя немцев устраивали, кто-то там старый был, кто-то там боялся советской власти, кто-то просто не хотел работать, потому что мало денег за это платили, действительно. И такое было, да? И такое было, да. Плюс там не дорабатывал под отдел школ, там, Симферопольского городского управления, что все-таки формально школами занималась местная коллаборационистская администрация, а штаб пропаганды, он как бы курировал просто сверху и давал указания, да, руководящие. Ну и, конечно же, существенным очень отделом, который занимался пропагандой, в том числе вот напрямую, это был отдел прессы, да. Газета «Голос Крыма», о ней все говорят, сейчас все знают что-то такое уже. Это была самая массовая газета на территории Крыма, причем она была очень высокого качества, как отмечали и современники, да, и современные исследователи, кто об этом пишут, что там некоторые статьи, которые особенно о русской культуре печатались, да, они там дали бы честь некоторым современным боезда. А, то есть это была серьезная литература, да, как литература, периодическое издание, да. Разумеется, там просто с определенного момента ей перестали верить просто, если мы почитаем тоже документы, воспоминания там людей об оккупации, что там где-то с лета 43-го года, в принципе, уже всерьез эту газету никто не воспринимал. Ну, наверное, и дезинформация через нее проходила население, да, каким-то образом? Разумеется, ну, цель, какая одна из целей была оградить советское население на территории, вот это население на оккупированной территории, да, от влияния советской пропаганды. Ну, какие были тогда, да, у Советского Союза, соцско-власти, каналы влияния, да, в эпоху до интернета, до телевидения, да, ну, это радио, да. Радио, разумеется, сразу все было поставлено под контроль оккупантов, все радиоприемники были конфискованы, да, вот когда мы там читаем в чьих-то воспоминаниях подпольщиков, как они там слушали радио по ночам, выписывали сводки советские, это действительно было сопряжено с опасностью для жизни. А пропаганда шла через либо громкоговорители, да, на улицах, либо через радиоточки в домах, ну, там уже, вы понимаете. То есть радио в домах работало именно в оккупационном режиме, да? Да, централизованное. Ну, в СССР была радиофикация уже к тому времени определенная, да, может, не такая большая, как в Европе, да, но даже там тоже кто вспоминал, кто посещал СССР, говорили до войны, что вот даже в каких-то там колхозных домах есть радиоточки. Ну, в Симферополе, сами понимаете. Ну, да, как столица, да? Да, разумеется. И это, как бы, мы поговорили о центральном, да, аппарате, вот именно который в Симферополе находился. Симферополь, вот, как центральный центр вот этого штаба, да, штаб-квартира, он еще отвечал за Бахчисарай, за Зую, вот, за вот этот район. А в других городах крупных его внешние пункты, аусенпункты так называемые были, да, это Севастополь, там, Евпатория, Джанкой, которые тоже отвечали за Феодосия, которые за свой район определенный отвечали. И вот, собственно, вот эта вся система, она была отстроена окончательно, где-то к середине 43-го года, когда уже она вот получила всю основную свою структуру, кадры, и стала работать уже непосредственно, противодействовать уже на полную силу советской пропаганде. То есть она создавалась в продолжительный период, если она начала... Да, менялась, менялись какие-то там пункты, развертывались, да, какие-то там закрывались, кадры, да, там, текучка кадров была определенная, потому что кадры были трех видов пропагандистские, да, это, собственно, руководители немецкие, настоящие пропагандисты, которые приезжали из Германии вот руководить, да, и осуществлять это все. Потом было среднее звено, как правило, это вот были немцы, которые либо выросли в России, либо долгое время проживали в России и уехали потом туда, да. Вот, например, руководитель, если мне не изменяет память, именно вот отдела прессы, да, был такой Бруно Маурах, да, вот он уроженец России был, по-моему, даже в Крыму жил до войны, до гражданской войны даже. Ну и самая низкая ступень, да, это вот местные граждане, которых привлекали для этих целей, коллаборационисты, да, вот в сфере пропаганды. Кстати, советская власть именно вот работу в сфере пропаганды оценивала практически наравне с зверствами против мирного населения. Вы понимаете, да, потому что распространение идей там определенного толка, да. То есть это такое тяжкое было. Это хуже, хуже, даже было, чем служба в полиции просто. Да, и вот эти лица как бы их пытались навербовать среди тех, кто уже как бы был знаком с советской пропагандой, которые там либо киномеханиками могли работать, либо на радио, да, ну, перед приходом немцев в основную часть эвакуировали сотрудников радио там и так далее. Да, но все поэтому брали кого, ну, иногда брали кого придется, поэтому там нарекания постоянные были, что вот по радио выступает кто-то и говорит с ошибками жуткими, на плохом русском языке, да, вот это не нравилось, даже немцам не нравилось, которые вот слушали, говорят, ну, что вот такой пропагандой можно делать. Ну, кто-то в то время тоже карьеру делал, да, то есть это было возможно. Поэтому вот, как бы, цель была, разумеется, промывать мозги местному населению, да, во-вторых, противодействовать пропаганде советской, да, ну, еще раз повторюсь, у советской власти на тот момент канала было не так много пропаганды, особенно когда Крым там стал тылом, относительно глубоким. Он сам по себе полуостров, да? Да, да, и противодействие могло идти только вот по линии вот партизан, да, потому что партизаны в этом плане оставались здесь основными представителями советской власти, да, и вот ее длинной рукой. Ну, разумеется, через партизан шла пропаганда определенная. И можно было получать какую-то информацию, наверное, у партизан там с определенного времени появились свои даже газеты какие-то, появилась, ну, если у партизан были радиоприемники, да, они сводки с советского Сумфорумбюро могли распространять. Вот когда говорят, тоже подпольщик пришел и пришел с листов, пошел к партизану, пришел с листовками в город и распространил их. Ну, что в этих листовках там могло быть? Главным образом, конечно, вот сводки в Сумфорумбюро, потому что из немецких газет, да, из немецких новостных там каких-то передач, да, было невозможно понять, на самом деле, что как, понять, можно было, но выводы совершенно ложные сделать, что фронт где-то уже стоит там где-нибудь в Забайкалье условно, и Сталин сбежал, там, Мотан сбежал. Нет, это была цель такая, внедрить, так сказать, такие идеи, панику посеять на первом этапе, потом утвердить в мысли, что немецкая власть как бы насовсем здесь пришла, и в этом плане тут как бы ничего нового, да. Но с определенного момента, когда наступил коренной перелом в годы войны в 43-м году, да, когда уже фронт стал приближаться к Крыму, когда партизаны, да, крепли, пережили, так сказать, свое второе рождение в 43-м году, когда у них мощное информационное, да, появилось оружие в лице там, ну, а в главном образом это связано с тем, что фактически все партизанские отряды там насыщены были радиоприемниками там и так далее, то в этом плане, конечно же, уже местное население стало узнавать правду определенную, ну, и мало доверять, как там писали воплем Ебелеса там и так далее. А что касается кино, вот каким образом, это были ленты немецкие? Привозили немецкие ленты, причем делали ставку, тоже вот если мы судим по отчетам штаба пропаганды, да, вот по газете «Голос Крыма», например, там, на чертой странице печаталось, что вот идет в кинотеатрах, то прежде всего это такие аполитичные были фильмы, вот типа там «Индийская гробница», вот упоминается, не знаю, «Приключенческая», «Шампурский тигр», там, «Венская кровь», да, вот, и штаб пропаганды составлял отчеты вышестоящему начальству, и вот он отмечал настроение населения, и в том числе вот что интересует население вот в этих фильмах. И там вот самое интересное, вот население как бы интересовало то, что, кто ходил на эти фильмы, разумеется, что я сейчас потом акцент сделаю на том, что это не во всех такое, у всех такая возможность в Крыму была. То есть это Симферополь как столица? Симферополь тут относительно, если мы говорим в целом вот об оккупационной повседневности, здесь относительно нормальная жизнь шла, не говоря там уже там о других городах, потому что многие старались переехать из Симферополь, из той же Ялты, например, что тут сытнее жилось, да. Так вот, что в фильмах нравилось, как пишут, отсутствие политики, и особенно нравилось вот посмотреть, как живут простые рабочие в Германии, там граждане, там крестьяне. А фильмы были преимущественно немецкие? Немецкие. Переведенные? Вот я не знаю, да нет, вряд ли их переводили, скорее всего там титры были просто, да, потому что, ну переводить, вы же понимаете. Ну да, 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 это индустрия целая. Ну и в Германии этим никто заниматься бы не стал, да, здесь титровали просто, титры проще намного сделали. Да, и в этом плане вот люди ходили в кинотеатры, да, вот кинотеатр Баян работал. Баян работал, был и Галпштрассе, главный там, да, 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 ну а про театры, про театры мы с вами до этого много раз говорили, театры практически начали работать сразу после окончания вот боев за Крым, вот эту труппу, которая потом стала питательной средой для подпольщиков группы «Сокол», да, вот как раз нынешние, да, русские драматические. В мае и июне, да, они начали работать, потом там татарский театр начал работать, потом стали труппы появляться в городах Крыма, других там, особенно на Южном берегу. Почему такое внимание немцев со стороны было, немцев к театру, да, потому что Гитлер как-то сказал, что вообще надо внимательнее к артистам на оккупированных территориях относиться. Почему? Потому что войска ушли настолько далеко, что вот наши как бы органы, вот которые отвечают за отдых войск там, да, они не справляются, они не доезжают просто туда. Там у немцев была такая организация «Сила через радость», там, другие там, они просто не доезжали туда. Слишком далеко, да? Далеко, да. И нецелесообразно их туда возить было, поэтому надо было делать упор на местные кадры. Вот такое внимание, да, вот, к артистам. И действительно, артисты играли, довольно много спектаклей ставили, там разные категории населения, правда, на них ходили. Гастролировали по Крыму, да, наверное. Да, вот, особенно, почему я подчеркнул Южный берега, там, Южный берег Крыма, там находились, ну, находились госпиталя тоже, в том числе, и на немецких войск, солдат и так далее, вот этих, да, в пансионатах. И в этом плане, конечно же, театр сыграл тоже как бы свою роль для внедрения туда определенного количества, числа идей, да, что они вот эти все демонстрировали, да, вещи, театр, кино, там, радио, что здесь какая-то мирная жизнь, да, и что партизаны врут, когда говорят, что здесь кого-то там убивают, да, вывозят в Германию, да, вот особенно вот еще момент интересный, когда начался выброс астербайтеров, да, на территорию Германии, это же тоже надо было с пропагандистской точки зрения как-то оправдать. Чтобы люди... Да, чтобы люди, ну, первые... Чтобы желание было, да. Первые люди ехали добровольно, как в свидетельстве документы, да, это... И это сопровождалось уже определенной пропагандистской кампанией, что, во-первых, вы увидите Европу, да, во-вторых, вы получите профессию там какую-то, да, в-третьих, вы увидите, как нормально работают рабочие, там, сельское хозяйство. Потом оказалось, что людей просто в рабство везут, да, и даже немцы сначала даже не запрещали переписку, да, а потом, когда оттуда стали поступать сигналы, что это фактически людей в рабство увозят. Здесь, в этом плане, тоже, да, вот пришлось подключать, подключать мощный пропагандистский аппарат там. Вот особенно, когда про школы шла речь, да, молодежь не хотела в школу ходить. Много... Почему? Потому что боялись, что их просто прямо из школы отвезут на вот эти распределительные пункты для того, чтобы везти на работы в Германию. И поэтому специально там комендант Симферополя пригрозил родителям, дети, которых не ходят в школу, что они понесут наказание, что лучше вот отправьте их в школу, они говорят, их никто оттуда не заберет, они учиться там будут. Самое интересное, как так происходило. То есть не было доверия просто, да, этой власти? Ну, конечно, боялись, что в школы просто придут и целыми там, ну, прежде всего, это старшие молодежи касалось, да, что их на биржу труда распределительные пункты в Германию, да, и все. Поэтому, разумеется, там тоже подключались пропагандистские вот эти ресурсы. Интересно, что, например, вот еще что я хочу сказать, вот в трудовых лагерях, которые на территории Крыма создавались, потому что принудительная трудовая повинность существовала не только в виде вывоза в Германию, там, в оккупированные страны, а еще и на территории Крыма, когда заставляли там восстанавливать что-то, рыть, там, копать, да, там, укрепления строить. И вот самое интересное, что, например, среди вот этих рабочих, да, запрещено было распространять вот власовские газеты. С определенного момента на территории Крыма была попытка создать власовское движение, да, вот русскую особо-соботенную армию. Потому что вот эти идеи, третьи силы, как это так называемые против нацистов и коммунистов, да, немцев не устраивали, они это движение очень быстро здесь закрыли, потому что оно из-под контроля стало выходить. А рабочим, тем более, это читать все не нужно было. Поэтому тут много разных нюансов в сфере пропаганды. Олег Валентинович, наша программа подходит к концу. Сегодня мы коснулись достаточно такой интересной темы, впервые мы о ней говорили в рамках передачи, о пропаганде во время нацистской оккупации. О чем мы можем сказать, подводя определенный итог этой сегодняшней программы, говоря в контексте все-таки пропаганды? Нельзя пренебрегать противодействием пропаганде. Вот если барах ведет пропаганду, да, не надо вот становиться там в позу, говорить, что у них там все неправда, и народ сам типа разберется, да. Как показали события вот именно Второй мировой войны, в том числе, да, это зачастую ложь, мощный пропагандистский аппарат промоет мозги большей части населения. Единицы только могут противостоять такой массированной пропаганде. И советская власть это понимала, она поняла это очень быстро, да, поэтому попытки противодействовать немецкой пропаганде на территории Крыма, в частности, да, они предпринимались практически сразу и не прекращались до самого конца войны. И я скажу, что вот начиная с осени 43-го года немецкая пропаганда фактически уже не справлялась со своими задачами на территории Крыма. Это все благодаря вот деятельности советского пропагандистского аппарата. Он тоже был довольно мощный, да, просто поначалу у него не было возможностей таких на территории Крыма, да, но к 43-му году они появились. И эта пропаганда строилась настолько умело, да, что немецкая пропаганда, в принципе, уже никого не впечатляла и не водоушевляла, да, с одной стороны. Да, с другой стороны, что тут, собственно, немецкая пропаганда, есть такое выражение, если она во многом сама себя закопала там к определенному времени, потому что уже настолько такая откровенная ложь оттуда шла, да, но это вот свидетельствовало именно о том, что война переходит вот к коренному перелому. И вот именно события на фронте, да, с определенного момента стали лучше любой пропаганды. Несмотря на то, что, понятно, их пытались замалчивать, да, вы же понимаете, что это был информационный вакуум в определенном смысле. Но все равно они доходили, это было лучше любой пропаганды. Думаю, на этой ноте замечательно о том, что все-таки в итоге действительно наша пропаганда, она оказалась продуманной. Причем пропаганда – это слово без негативной коннотации. Пропаганда – это определенный вид деятельности. Да, без какого-то там негативного уклона. Спасибо большое, Олег Валентинович, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за интересный разговор. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» был Олег Романько, доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. В студии был Александр Шелко. Любите наш город. До встречи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова